Ну, сам вопрос меня очень передергивает. Я вообще давно это хотел сказать. Когда мы говорим Украина, Россия, то есть это и в новостях говорят, и это позволяют себе политические деятели с той и с другой стороны. Такое усреднение идет. Украина, давайте говорить, там Украина запретили, но это же не вся Украина, это не все люди. Давайте говорить о том, что это Дума или правительство Украины решили так. Народ ничего не сказал, потому что там боятся или поддерживают в данном случае. Давайте называть вещи своими именами. Но отменили, они могут отменить даты, они могут праздновать или не праздновать, они могут сидеть за столами с кем угодно, но 9 мая никуда не уйдет. Это потому что у каждого семьи, что в Украине, что в России, есть семьи, у которых воевали дедушки, бабушки, дяди, прабрадеды и так далее. И если это сохраняется, положить кровь, как говорится, за землю, на которой ты живешь, сейчас мирно существуешь, мне кажется, это кощунственно непосредственно. Это не есть хорошо. Поэтому они могут называть что угодно, с кем угодно садиться, но праздник от этого не станет меньше или ценнее нашей жизни. Может быть, сейчас это уходит, поколение новое не совсем понимает, и кажется, что эта война так далеко-далеко. Но, ребята, мы сейчас стоим с вами на пороге Третьей мировой практически. И если сильные мира сего захотят, наверное, поэтому всех призываю, не слушаться ни генералов, никого. Ребята, давайте как-то это... Если вас зовут убивать, значит, не убиваем.